привет мои дорогие сегодня я вам покажу как в домашних условиях сделать очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску маска имеет трехэтапное воздействие на вашу кожу первое свойство этой маски это конечно питание и увлажнение второй этап этой маски это легкий подтягивающий эффект третий этап момент смывания эта маска очень глубоко очищает поры разглаживает морщины и дает освежающее воздействие на самую дряблую видающую кожу маска подходит для всех типов кожи и делая эту маску всего лишь один раз в неделю вы заметно улучшите состояние своей кожи перед нанесением этой маски подготовьте свою кожу уберите декоративную косметику очистите кожу лица с помощью скраба или пилинга лучше всего сделать эту маску на хорошо очищенную распаренную кожу лица если у вас нет купероза маска подходит также и для кожи с куперозом и давайте приступим для сегодняшней маски понадобятся очень простые доступные ингредиенты нам понадобится обычное молоко либо сливки понадобится рисовая мука понадобится витамин d и обычное мыло мыло можно заменить пеной для бритья либо любой пенкой для умывания обязательно соблюдайте порядок приготовления этой маски от этого будет зависеть качество маски этот эффект который она будет оказывать на вашу кожу и давайте приступим первый ингредиент для приготовления нам понадобится рисовая мука если у вас нет готовой рисовой муки то возьмите обычный белый рис примерно две столовые ложки перемелите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок рисовая мука очень хорошо уплотняет кожу улучшает оттенок лица разглаживает неровности кожи одновременно выравнивает поверхность кожи и оттенок кожи нужно взять одну столовую ложку рисовой муки следующий ингредиент для этой маски нам понадобится молоко либо жирные сливки нужно взять одну столовую ложку теплого молока и и и следующий ингредиент добавляем и это витамин d витамин d необходим для ухода за зрелой кожей лица в зимнее время витамин d вырабатывается только под воздействием ультрафиолетовых лучей поэтому его нехватка более активно сказывается именно в тот период когда нет солнца использовать витамин d в домашнем уходе за кожей лица за кожей шеи зоны декольте в любом возрасте и для любого типа кожи рекомендуется нужно взять 5 капель витамина d в момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно смешивайте каждый последующий добавляемый ингредиент и в последнюю очередь нам нужно добавить мыльный состав если вы используете для этой маски обычное мыло то возьмите мыло либо детское либо глицериновое либо мыло с оливковыми добавками натрите на очень мелкой терке на одну столовую ложку мыльной крошки добавьте 3 столовые ложки обычной теплой воды взбейте в густую пену и используйте для этой маски также мыльный состав можно использовать и в качестве обычной пены для бритья либо обычной пенки для умывания я использую для этой маски обычную пенку для умывания нужно взять одну столовую ложку мыльной пены мыльная пена в составе домашних масок дает очень хороший подтягивающий эффект в момент подсыхания к тому же если вы добавляете мыльный компонент в домашние маски это облегчает процесс нанесения маски дополнительно в момент смывания эта маска будет очень глубоко и тщательно очищать кожу так что маска состав которой входит пенный состав или мыльный компонент дает трехэтапное воздействие маску эту нужно наносить на хорошо очищенную распаренную кожу по кожным массажным линиям маску нужно нанести одним толстым слоем после нанесения держать эту маску нужно не более 20 минут после истечения этого времени просто промокните кожу теплой водой затем легкими движениями начинайте вспенивать маску делая легкий массаж по кожным массажным линиям затем массаж продолжается не более пяти минут затем ополосните кожу лица прохладной водой эта маска не требует дополнительного тонизирования кожи поэтому сразу нанесите легкий увлажняющий или питательный крем рецепт которого вы можете найти на моем канале обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложение кожи лица в домашних условиях всем мира добра и красоты а с вами была оксана увидимся завтра с новым рецептом маски всем всего хорошего пока пока